Виталий Петрович, это Антон, беспокоит вас. Вот смотрите, появилась информация, что сегодня в 0 часов 10 минут был затоплен списанный БПК Очаков. Не могли бы прокомментировать данную ситуацию? Ситуация, ну, в целях недопущения выхода кораблей из озера Донузлав. Списанный корабль хотели сначала на выходе из озера привязать к бочкам, которые перед этим утром ставило к электронной осудной. Но, скорее всего, что-то там не получилось, и поэтому пришлось действовать методом затопления. Немножко подорвали корабль, он набрал воды, и с креном на левый борт лежит сейчас на грунте. То есть на данный момент корабли ВМС Украины в случае выхода из военно-морской базы Новоозерна не могут выйти из базы, правильно? Ну, судя по тем фотографиям, которые сейчас сделали с поста наблюдения и связи, то малоразмерные катера еще при хорошей погоде могут выйти из озера. Более крупные корабли уже ширина прохода не позволяет выйти из озера. По вашим оценкам, подъем такого корабля, такого класса, насколько, в общем-то, дорогостоящая операция и трудоемкая? Ну, я такие оценки не могу проводить. Это необходимо задавать вопрос дивизиону поисково-аварийно-спасательных работ тем людям, которые непосредственно проводят эти работы и могут дать такую информацию. Представьтесь, пожалуйста. Командир бригады надводных кораблей капитан второго ранга Дзегин. Спасибо большое. Как у вас обстановка сейчас в Новоозерном, в базе? И, в общем-то, есть ли какой-то нажим со стороны? В связи с приездом представителей ОБСЕ, который планировался на сегодняшний день, то все те так званые подразделы самообороны Крыма, которые находились здесь у нас в окопах, ночью покинули свои позиции, оставив за собой только мусор в виде упаковок сухпая. И где-то убыли на базы пока прячут. После того, как эта миссия пройдет, я думаю, что они опять займут свои позиции, будут вести наблюдение через оптику снайперских винтовок. Скажите, какой боевой дух сейчас у личного состава Веринова базы? Благодаря всем тем людям нашей державы, которые с пониманием относятся к тому, что происходит в Крыму, постоянно злонят и держивают нас. Боевой дух личного состава находится на высоком уровне. Личный состав всегда готов выполнить все поставленные задачи руководством страны. Большое спасибо, Виталий Петрович. Мы сегодня сделаем сюжет, и я надеюсь, вы его увидите. Держитесь. Нам, в принципе, то же самое говорят, и мы держимся. Спасибо. До свидания.